Всем огромный привет! Добро пожаловать на канал из России в Америку. С вами Татьяна. Сегодня мы отправляемся в долгожданную поездку в Исландию, вылетев из Бостона в Рикьявик авиакомпании Wow Air. Пересадка у нас между рейсами составила 6 часов, поэтому у нас было достаточно времени, чтобы съездить в город, в центр Бостона, прогуляться, посмотреть достопримечательность. Мы съездили на центральный маркет в Бостоне, но мы сюда еще вернемся. На обратном пути мы остановимся на 3 дня в самом Бостоне, погуляем, посмотрим, но об этом видео будет позже. А сегодня мы летим. До встречи уже в Рикьявике. Мы вот тоже что приземлились в аэропорту Кафадык. Находится он где-то в 45 минут до езды от Рикьявика. Меня удивило, насколько маленький аэропорт. Ну все так чистенько, все аккуратно. Паспортный контроль мы прошли очень быстро. Нас спросили, до какого числа мы будем находиться в Исландии. Пожелали приятного путешествия в 4 утра. И все, мы идем получить свой багаж. А мы все еще находимся в аэропорту. Мы ждем человека, который нас встретит. Мы снимаем в аренду автомобиль на 2 недели. Ну и они нас пообещали встретить, но пока что-то нет. Мы позвонили через скайп, ну сказали, что будут минут через 5. Ну вот пока мы ждем. А я все наблюдаю за людьми, которые входят в аэропорт. И по ним явно видно, что на улице совсем не айс. Температура сегодня минус 2. Но, возможно, днем потеплеет. Но в Исландии постоянный ветер. Страна прекрасная, но холодная. На период нашего путешествия мы ориентовали в Subaru. Она 4-х бытовая машинка. Мы в Исландии путешествовали 2 недели. И поэтому она нас очень спасала. Бензин в Исландии достаточно дорогой. 1 доллар 66 центов в переводе с исландской кроны. Что получается в 3 раза дороже, чем в США. Вы можете перевезти на свою валюту. Бензин здесь с удовольствием дорогое. Путешествие по Исландии, конечно, удивительное. Когда проезжаешь такие красоты, вулканические породы, застывшую лаву, горы. Сразу же после аэропорта мы отправились исследовать местности рядом с Кефловиком. Здесь мы встретили и гейзеры, и горячие источники. Природа в Исландии уникальна. И сюда именно едут за необычными ландшафтами, за гейзерами, за уникальными водопадами. Природа здесь просто уникальна. Все население Исландии составляет чуть больше, чем 350 тысяч человек. Вы можете только себе это представить. Насколько кропотная страна. Мы проезжали маленькие деревушки, домики со своей интересной архитектурой. Но больше всего нас впечатлила природа. Такой нигде нет, ни в одном месте на планете. Такое ощущение, что ты едешь по Луне или только что сделал высадку на Марс. Из международного аэропорта Кефловик до Рикявика добираться минут 30-40. Но у нас поездка заняла целый день, потому что мы хотели останавливаться на каждом углу, на каждом километре. Наконец-то мы добрались до хостела. Мы остановились в Бас Хостел. Он находится в городе Рикявик. Мы безумно устали, потому что мы не спали уже двое суток. Мы прилетели сегодня с утра в Рикявик и целый день катались по гейзерам. Смотрели горячие источники и мы плавали в Голубой лагуне. Очень-очень все понравилось. Скорее всего вечером мы пойдем прогуляемся по городку. Ну а вам большое спасибо, что посмотрели мое первое видео об Исландии, поездки в Исландию. И обязательно подписывайтесь на мой канал. Дальше будут следующие видео. И комментируйте. До новых встреч. С вами была Татьяна. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok